Добрый день дорогие друзья, с вами партнер компании Амаркетс, Алексей из города Сочи. Ну что, давайте приступим к анализу. Сегодня, пока я проводил анализ, уже некоторые цели практически себя отработали. Я думаю, они будут актуальны еще и в дальнейшем, на протяжении этой недели. Так что давайте посмотрим. Наши прошлые цели, которые мы ставили, это мы открывали сделки на доллар-рубле, золоте и графике S&P 500. По доллар-рублю мы открывали сделки на покупку до отметки 64.20. До этой отметки мы не дошли, но сделка была в прибыли. По крайней мере, я ее зафиксировал. Первое, на что я смотрел при анализе этого графика, это было закрытие гэпа, который отмечен у нас здесь на графике. И в дальнейшем рост и закрытие вот этого накопления. До конца мы это накопление не отработали. У меня как сделки были открыты по рублю, так они и до сих пор открыты, некоторые. По графику золота, давайте посмотрим. По золоту мы открывали позицию на рост до отметки 15.96. Сделка у нас отработалась. По графику S&P 500 мы открывали сделку на продажу 30-го числа. И здесь у нас был убыток. По крайней мере, у меня. Я зафиксировал убыток, когда график уже начал расти. И то есть я понял, что он пойдет до моей отметки, которая отмечена здесь на фибе. То есть это до 161 фибы. Здесь я получил убыток, как вы, я не знаю. Но вариант на этом заработать был. Как бы падение было. Хоть и не такое, какое я прогнозировал. То, что у меня были цели до 3000. Ну, 3069 была цель. И 3000, ой, 31.81.4. Вот это была тоже ближайшая цель. До которых он должен был упасть. Но не все так, как мы прогнозируем. И давайте приступим к анализу графика доллар-рубль. За последнее время стало наблюдаться, что доллар-рубль очень коллерирует с графиком золота. То есть все движения на золоте также отражаются хорошо на доллар-рубле и на РТС. То есть сейчас из-за нестабильности с Китаем, вот этого коронавируса, то, что там закрываются заводы, то, что новости вот тоже проскочили совсем недавно, что в Китае собираются закрыть 18 нефтеперерабатывающих заводов. Это отразится на нефти. И, естественно, это будет скачок на доллар-рубле. То есть рубль по отношению к доллару ослабнет. То есть мы ожидаем рост. И в ближайшее время, ну вот сейчас тоже отмечу вам, какая ситуация будет, как я вижу. Мы ожидаем рост до отметки 64 и 5. В дальнейшем здесь будет, скорее всего, небольшая коррекция. И также мы уходим на 65. Здесь можно или в долгосрочную покупать доллар-рубль, не закладывая в него большие объемы. Ну, то есть сильно не набирать позицию, ну, если вы торгуете вот на Форексе. А если вы торгуете на российском рынке, то можно взять опционы, колы. И как раз-таки на этом заработать. Итоговая цель, которую мы ждем, это получается отметка 65. То есть до 65 мы ожидаем рост. И переходим к следующему графику. Это у нас график золота. Открыт 4-часовой график. Сегодня у нас на календаре 0.6-0.2. Вот. По моему анализу, смотрите, ближайшая цель, до которой мы можем сходить, это рост котировки золота до 15.81. Потому что вот здесь было накопление, я вам показываю. Сейчас график более подробнее открою на мелком таймфрейме. И здесь будет небольшая коррекция, по моим прогнозам. И в дальнейшем мы будем уходить до FIBA 61. Это можно ставить, к примеру, Take Profit до 15.90. Вот. Сейчас открою вам график поменьше. Вот. Я имею в виду то, что вот на это накопление стоит смотреть, так как мы здесь достаточно долго ходили, и тут были сильные объемы в этом промежутке цены. Вот. И здесь будет небольшая остановка. Но в дальнейшем мы будем уходить на 15.90. То есть, эту сделку я рассматриваю буквально на... Ну, наверное, даже до следующей недели. До следующего анализа я ее буду держать так же. Ну, практически вот на неделю. Объясняю почему. Многие инвесторы, как мы знаем, они вкладываются в золото. Когда не знают, куда вкладываться, все начинают вкладываться в золото, и котировка начинает расти. Это все об этом говорят, все это знают, то, что это во всех учебниках написано, то, что раньше так всегда торговали. Не знаешь, куда вложить, вложи в золото, а с ним ничего не будет. Особенно если, как бы, ты покупаешь именно материальный товар, а не... они как раз таки, вот, котировку. Некоторые торгуют именно так, покупая товар, а некоторые торгуют именно котировкой. Но в любом случае, золото всегда использовали как защитный актив. Но сейчас также есть много и других инструментов, которые можно использовать как защитный актив. Поэтому что-то мне кажется, что это уже не работает так сильно, и не стоит ждать такого прям вау-эффекта, как все вот прогнозируют, то, что вот сейчас в золото вложимся, и можно будет там сидеть несколько месяцев, зарабатывать на нем, это будет долгая сделка. Нет. Здесь надо торговать тоже, но не слишком долго сделку держать. К примеру, там, также неделю, и все. И опять же смотреть за ситуацией на рынке. И переходим к анализу следующего графика. Это у нас будет график РТС. Я, кстати, уже совершил сделку на РТСе, но я сделал сделку на опционах. Я открыл сделку на путах. Вот. Ну, купил себе путов, получается, и вот сейчас спокойненько сижу. Но если вы торгуете или на фьючерсе, или вы торгуете также на форексе, и у вас открыт перед вами график РТС, то здесь я вам советую открывать сделки на продажу, так как график РТС сейчас находится на максимумах, на максимумах 2012 года. Вот. Если открыть большой график, вот я сам большой взял месячный. Смотрите, вот максимум у нас был, ну, плюс-минус цена была, в 2012, в конце 2012, в начале 2013 года. И, то есть, я, получается, взял колы на сишки на рубле и на РТСе взял путы. Поэтому я также предполагаю, что график РТСа, он будет падать, так как наш рынок растет, растет. Вот сейчас вот он вырос до верхов, и здесь можно как бы хорошо заработать на этом падении, так как этот коронавирус, все эти новости отрицательные, то, что в Китае все плохо, а Россия вроде как дружит с Китаем, и по-любому на нас это должно как-то отразиться. Мы не можем так хорошо расти, и что наш рынок находится весь в зеленой зоне, и как бы должно произойти это падение. Вот. Ближайшая отметка, до которой я жду РТС, это вот, ну, здесь просто я по фибе вам отметил, до какой отметки я жду. До 14.78,2. Вот. А на сегодня у меня все, я не буду вам затягивать свое видео, так что всем пожелаю удачи, хорошей торговли, пишите в комментарии свои мысли, давайте пообщаемся там. Так что, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok